Ничего на свете лучше нету и луч солнца золотого. Знакомые всем с детства песни и герои в преддверии новогодних праздников и в дни январских каникул порадуют юных зрителей театра оперы и балета. Бременские музыканты поставил режиссер Борис Лагода в основе не только сказка братьев Гримм, но и серия советских мультфильмов. Анастасия Тюрнина одной из первых увидела представление. Нет ни трубадура, ни принцесса, ни осел, петух или кот. Зрителей на сцене встречает придворный шут. Новый персонаж выступает в роли ведущего и композитора. Впрочем, его появление отнюдь не режиссерский ход, а возвращение к истокам. Именно так ставили первые советские спектакли. Позже шута исключили. А зря, считает Борис Лагода. Режиссер решил от первоисточника не отходить. Сама же постановка сплетение двух советских мультипликационных работ. Бременские музыканты и по следам бременских музыкантов. Классика на все времена. Самая главная задача у детей и взрослых должен быть семейный праздник. Мы же учим детей, чтобы они привыкали к театру, смотрели на артиста. У детей графики и так хватает. Интернетные графики, книжки уже иллюстрируются многие с учетом этой пикселей какой-то графики. Нет. Мы, наоборот, ставили себе задачу, чтобы это была такая классическая сказка в хорошем понимании классики. Есть музыка, есть актер. Есть танцы, есть персонажи узнаваемые. Сыщик, сыщик. Принцесса, принцесса, петух, петух. Кот, это кот. Узнаваемость. Ульяна Завальная, как почти все девочки, с детства мечтала сыграть принцессу. И вот она в этой роли, да еще и в любимой сказке детства. Ее трубодурочка, как в советских мультфильмах, капризная, но все же веселая и задорная. Музыку мы знаем все. Я думаю, что родители придут и будут подпевать. Я даже надеюсь на это, что и дети, и родители будут подпевать, петь песни вместе с нами. И для нас это будет большая-большая радость. Окунулся в детство и солист Максим Полий. Мультфильм «Бременские музыканты» смотрел несчетное количество раз, но говорить никогда не представлял, кем он может быть в этой сказке. Оказалось, сыщикам роль примерил, подошла. Уверен, юным зрителям его образ придется по душе. Думаю, что прекрасно отреагирует, потому что, несмотря на всю его серьезность, он, по-моему, очень позитивный и просто, не знаю, очень прикольный. Последняя репетиция еще без декораций. Их для театра изготовили в Москве и еще не успели привезти. Впрочем, к премьере все будет на месте. К слову, на сцене театра опер-балета «Бременские музыканты» уже были. В 2002-м ставила режиссер Елена Слуцкая. Постановка пользовалась успехом у публики. Новая же станет подарком к Новому году. Правда, традиционная интермедиа с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами пройдет с учетом противоэпидемиологических мер. Герои выйдут к маленьким зрителям на сцену театра. Анастасия Тюрина, Дмитрий Ведерников, Телеканал Юрган.